Деньги часто вредят родственным отношениям, а уж когда появляется необходимость получить наследство, скандалы и вовсе неизбежны. Особенно это касается людей состоятельных, числу которых принадлежат звезды кино и спорта, шоумены и просто публичные личности. Российские знаменитости – яркий пример того, как дорогостоящее имущество может стать серьезной причиной для крупной ссоры. В этом видео я собрал самые возмутительные эпизоды дележки имущества, по моему мнению. Посмотрим, кто из наследников знаменитостей сохранил человеческое лицо в погоне за деньгами и большим имуществом, а кто его безвозвратно потерял. Бывший участник поп-группы Иванушки Интернешнл Олег Яковлев ушел из жизни в возрасте 47 лет, молодым и полным планов, оставив недвижимость в России и Европе. По неофициальным данным, у него было как минимум три квартиры, четырехкомнатные апартаменты в столице, жилье в Петербурге и в Черногории. Олег завещал оставить имущество, которое оценили в 200 миллионов рублей племяннице Татьяне и другу Роману Радову. С таким решением не согласилась Александра Куцевол, гражданская супруга певца. Ее имени упомянута в последней воле певца. Она утверждала, что никаких родственников, кроме меня, у Олега нет и обратилась в суд, чтобы оспорить завещание. Александра предоставила запись о регистрации их с Олегом брака в Сербии. Но, как заметила Татьяна, напротив их фамилии не было подписей, так что документы могли быть просто поддельными. В конце концов Татьяне удалось доказать, что Олег и Александра не были официально женаты. Но Куцевол не сдавалась. Она потребовала признать Олега невменяемым, чтобы завещание аннулировали. При этом даже далекие от юриспруденции люди справедливо заметили, что и в таком случае Александра не получит просто ничего. Ведь официального брака не было. И если до этого многие были на ее стороне и призывали Татьяну поделиться наследством, то обвинения в невменяемости в адрес Яковлева лишили девушку союзников. После смерти матери Любови Полищук актер Алексей Макаров не претендовал на имущество звезды советского кино, а написал отказ от наследства под давлением отчима. На самом деле ему было за что бороться. Мать владела квартирой в центре Москвы, домом в Коктебеле, земельным участком в Крыму и тремя автомобилями. После смерти матери Макаров переехал в маленькую квартиру, которая та в свое время помогла ему купить. Вскоре все же его втянули в судебное разбирательство, но уже по другой причине. В этот раз инициатором выступала его сводная сестра. Ее возмутило то, что их бабушка оставила квартиру женщине, которая ухаживала за ней перед смертью. По мнению сестры Алексея, имущество родственницы должно принадлежать внукам, но и на этот раз Макаров отказался от своей доли. Александр Пороховщиков. После смерти знаменитого актера театра и кино разгорелась борьба за звездное имущество. У Александра Пороховщикова и его умерший месяц ранее жены Ирины не было детей, поэтому битву устроили дальние родственники, наперебой доказывавшие, что были близки с актером. Предметом спора стали две квартиры в центре Москвы, старинный особняк в центре города, два автомобиля и крупные суммы на банковских счетах. Имущество актера оценили в 2,3 миллиона долларов. По решению суда, это имущество перешло сводному брату актера по линии отца Шалве Барабадзе. Парадоксально, но сам Пороховщиков ни разу с ним не виделся. Ну скажите, если вдруг окажется, что вы действительно не родственники, отдадите ли вы хотя бы ту часть наследства, которая осталась? Я буду циничным. Нет. Нет, конечно. Нет, я получил по закону. Да, получается, вы же не родственники. Вахтанг, если ваш дедушка действительно был биологическим отцом Александра, то Y-хромосомы должна быть у вас идентичной. Вероятность близкого родства по мужской линии между вами и Александром Пороховщиковым составляет 0%. Еще больший скандал разгорелся после того, как три женщины, назвавшие себя сводными сестрами актера, решили подать на апелляцию. Они заявили, что имеют больше прав на имущество, чем законный наследник Шалва. В качестве доказательства они даже предоставили фото отца, подписанное рукой матери Пороховщикова. Но суд решил не принимать во внимание этот факт и закрыл дело. У великой актрисы, скончавшейся в 2011 году, осталось два наследника. Дочь Мария Королева и ее последний супруг Сергей Сенин. Гурченко завещала, чтобы деньги разделили поровну, но не уточнила, кому должна достаться недвижимость. Вначале наследники договорились между собой. Марии отошел автомобиль и загородный дом, а Сергею – квартира в Москве. Но позже в прессе неоднократно вспыхивали скандалы, связанные с дальнейшим дележом имущества. Однажды Королева взломала столичную квартиру, чтобы забрать оттуда личные вещи матери. Отмечу, что в конце 2017 года из жизни ушла и сама Мария Королева. Она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу, но не успела даже выйти из подъезда. Там ее и нашла дочь Елена. Она стала основным претендентом на 20-миллионное состояние Марии. Роман Трахтенберг, известный шоумен, актер, теле- и радиоведущий, скончался в 2009 году, на 42-м году жизни. После смерти Романа осталось большое наследство – счет на 100 миллионов рублей и недвижимость в Москве. О том, чтобы родственники не ссорились из-за раздела имущества, Трахтенберг позаботился за 4 года до смерти. Он оставил завещание и указал в нем одного наследника – сына Льва Давида. Однако после похорон официальными наследниками были признаны мать и отец Романа Трахтенберга, его первая жена Елена Романова, представляющая интересы несовершеннолетнего сына, и вторая жена Вера Мороз. Еще одним претендентом на звездное имущество мог стать внебрачный сын Романа, о существовании которого шоумен узнал незадолго до смерти. Но так как отцовство не было доказано, ребенок ничего не получил. Александр Горбунов, родной брат Трахтенберга, добровольно отказался от своей доли наследства в пользу остальных родственников Романа. Борис Немцов был обеспеченным человеком, поэтому в борьбу за его наследство, которое оценили примерно в 1 миллиард долларов, выступили не только официальные дети, но и непризнанные. Один из них – Борис, сын Немцова, Екатерины Ифтоди. Женщина долгое время оставалась в тени и только после смерти бывшего возлюбленного заявила о себе. В числе претендентов оказалось еще четверо детей, одного из которых Немцов признал гораздо позже его появления на свет. Это ребенок от его секретарши. Екатерина Ифтоди сделала все, чтобы суд признал отцовство Немцова в случае с Борисом. В итоге его наследство разделили между собой мать-политика и все официально признанные дети от разных женщин. Советский и российский актер Алексей Баталов, особенно полюбившийся зрителям после участия в культовых фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек» и «Москва снезам не верит», умер на 89-м году жизни в июне 2017 года после перелома шейки бедра. Он оставил после себя достаточно приличное наследство – долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую, еще две квартиры, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупную сумму денег. На все это добро претендовали жена покойного Гитана Леонтенко и две дочери от разных браков, одна из которых – Гитана Мария, родилась с тяжелым диагнозом ДЦП. Однако не успели барышни оглянуться, как оказалось, что со счетов пропала половина денег, а недвижимость им больше не принадлежит. Ее благополучно переписали на себя парочка ушлых черных риэлторов – Михаил Цивин и его супруга Наталья Дрожжина. В итоге паре запретили совершать определенные действия, а на имущество Баталова наложили арест. Затем последовали бесконечные ток-шоу и разборки, в ходе которых выяснилось, что мошенники грамотно обставили не только наследников Баталова, но и прибрали к рукам парочку квартир одиноких актеров, которым сперва будто бы помогали и заботились о них. Народная артистка СССР, певица Людмила Зыкина, умерла в 2009 году. Детей у нее не было, а официальное завещание она не написала. Зато оставила приличное по столичным меркам наследство, просторную квартиру на Котельнической набережной, драгоценности на 500 тысяч долларов и дачу в поселке Архангельском. На все это претендовали многочисленные дальние родственники. Суд принял решение в пользу трех детей, сводного родственников, Сергей, после получения наследства, продал квартиру, украшение и исчез. Его сестра Екатерина и брат Георгий на этот раз сами подали иск в суд, чтобы вернуть законные доли. Но добились правосудия только на бумаге. Сергея с крупной суммой денег правоохранители так и не отыскали. Михаил Пуговкин, дочь знаменитого советского актера Елена, заявила, что после смерти отца получила в наследство только его памятные фотографии. А хозяйкой двухуровневой квартиры в Сокольниках стала вдова Михаила Пуговкина, его третья супруга Ирина Константиновна. Спустя некоторое время Ирина купила еще две квартиры в столице, хотя официально крупными суммами на тот момент не располагала. Елена обратилась к нотариусу, но он лишь подтвердил тот факт, что Пуговкин на момент смерти владел только недвижимостью в Сокольниках. Дочь актера до сих пор не оставляет попыток установить справедливость. Она не получила ни рубля из отцовских денег и считает, что Ирина, предчувствовав смерть Михаила, заставила его написать дарственную на ее имя. Более того, Елена заявила, что жена специально спаивала Пуговкина. Через полтора года после внезапной смерти Дмитрия Марьянова, его бывшие женщины и вдова Ксения Биг собрались в студии, пусть говорят, чтобы выяснить отношения. В ходе дискуссий всплыло, что единственный сын Марьянова, Даниил, до сих пор не может получить наследство, хотя он является одним из трех первоочередных наследников. По словам его матери, Ольги Аносовой, бывшей возлюбленной актера, ему не досталось даже носового платка. Парень просил отдать ему хотя бы отцовские шпаги, на память, но увы. Ксения Биг в эфире заявила, что Даниил не общался с отцом, несмотря на ее попытки их примирить. Присутствовавшая на шоу Ирина Лобачева, женщина, с которой Марьянов встречался после гражданского брака с Аносовой, опровергла эту информацию, заявив, что Дмитрий был очень привязан к сыну, постоянно виделся с ним, помогал финансово. Также в эфире выяснилось, что дочь Анфиса, дочь Ксении Биг, не приходится биологической дочерью Марьянову. Советская актриса Наталья Кустинская умерла в 2012 году в одиночестве. Последние годы жизни родные не уделяли ей внимания, но после ее смерти их внезапно начала интересовать трехкомнатная квартира на Патриарших прудах. Претензии на наследство заявили двоюродные сестры, их дети и внуки. Четыре года они пытались доказать родство с актрисой, которую никогда не видели в реальной жизни. Судебная тяжба закончилась в пользу двух троюродных и одной внучатой племянницы. Остальные пять семей, которые участвовали в споре, остались ни с чем. После смерти знаменитого театрального актера Яна Орлозорова, родные сразу затеяли спор из-за наследства. Главными противниками стали отец, брат и дочь артиста. Последняя не общалась с отцом почти 20 лет, но решила претендовать на имущество, оставленное Орлозоровым. Она встретила резкое сопротивление со стороны деда и родного дяди, но все равно подала в суд на раздел имущества. После смерти Жанны Фриске летом 2015 года на наследство претендовали и ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев, сын Платон и семья Копыловых, родители и сестра Жанны. Так как женщина не успела оставить завещание, вокруг наследства покойной разразилась настоящая грызня. Дмитрий и Копыловы и до этого, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Так что в дело пошла тяжелая артиллерия, скандальные публикации в прессе, выступления на ток-шоу. Стороны так рьяно пытались опорочить друг друга, что разобраться где правда, а где вымысел в этой неприятной истории, теперь ох как непросто. Камнем преткновения стали 400-метровый особняк в Истринском районе с 30 сотками земли. Эксперты оценили его стоимость 30 миллионов рублей. И 100-метровая квартира в доме на Красной Пресне, приблизительная стоимость 36 миллионов рублей. В итоге дом достался Шепелеву. Он приобрел его вместе с Жанной незадолго до ее смерти. Квартиру присудили Копыловым, которые пообещали передать ее Платону, когда он подрастет. В марте 2018 года Шепелев уличил отца Фриске в продаже автомобиля Range Rover, который принадлежал Жанне. Он утверждал, что это имущество принадлежит Платону, и Владимир Копылов не имеет права распоряжаться им. В ответ Владимир заявил, что автомобиль был оформлен на него. Это был его подарок – Жанне за рождение внука. Поэтому Шепелев не должен лезть ни в свое дело. На личных счетах Фриске осталось около 28 миллионов рублей. Из них, как утверждала благотворительная организация Русфонд, 24 миллиона были собраны на лечение Жанны. Поэтому родственники обязаны вернуть средства на счет организации. Суд постановил продать часть участка дома в Истринском районе, чтобы расплатиться с долгом. Ягода-малина нас к себе манила, Ягода-малина летом в гости звала. Звезда 90-х, исполнительница бессмертного хита Ягода-малина Валентина Легкоступова ушла из жизни в августе 2020 года при весьма загадочных обстоятельствах. Родственники погибших до последнего пытались обвинить в ее смерти третьего мужа, ягдсмена Юрия Фирсова, который, в свою очередь, активно намекал, что причина такой смерти кроется в пагубных пристрастиях Легкоступовой. Прискорбно осознавать, что вместо того, чтобы со всеми почестями проводить певицу последний путь, ее наследники буквально сразу же стали делить имущество, которое осталось после ее смерти. Сперва речь шла о якобы 100 миллионах рублей, на которые из-за отсутствия завещания претендовали 4 человека. Вставец певицы, тот самый Юрий Фирсов, ее дочь Анетта Вриль, сын Матвей и мать. Правда, больше всех дрались за деньги дочь покойной и ее супруг. Затем выяснилось, что сумма, которую предстояло распилить, составляет порядка 8-10 миллионов рублей. Да, у певицы была квартира в центре Москвы, загородный дом в Павловом Посаде, но также у нее были долги по кредитам и незакрытые платежи, которые в любом случае нужно было погасить. Правда, Фирсов таки свое взял. Не успев вступить в законные права наследования, он сменил замки в квартире покойной и под шумок стал там жить. Хотя по праву может претендовать только на четвертую часть всего имущества. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.